Местом проведения второго семинара не случайно выбрали восьмой детский сад Вильгарта. Здесь в течение всего дня малыши говорят сразу на двух языках. На русском и коми. Это называется технология языкового погружения, когда ребенок с раннего возраста учит еще один язык, кроме родного. Результат налицо. Детям учить другой язык интересно. Мы, конечно, не можем сказать, что они знают коми-язык так же, как русский, но они прекрасно понимают разговор. И когда они идут в школу, там коми-язык им дается намного легче. Они начинают уже говорить на коми-языке. По сути, становятся двуязычными людьми. Двуязычие развивают у малышей мышление, умственные и творческие способности, речевой аппарат, умение общаться. Детям билингвам легче дается изучение грамматики, говорят специалисты. Опыт языкового погружения наши переняли у финских коллег. Соми этой технологией пользуются уже давно. Екатерина Протасова, профессор Хельсинского университета, не один год занимается изучением проблем детского двуязычия. Сама училась в двуязычной школе, и ей всегда было интересно, как люди овладевают сразу несколькими языками. Ученая отмечает, ребенку очень важно знать свой родной язык, а потому не понимает, когда в селах республики отказывается от изучения коми в пользу английского. Английский язык выучивается довольно быстро. И проблемы в том, чтобы выучить английский язык, нет. Проблема в том, чтобы сохранить то, что является уникальным здесь. А уникальным является коми-язык, а не английский. Если вы будете говорить о своей национальной культуре на английском языке, вы потеряете национальную культуру, потому что язык и культура очень сильно связаны. Без этого одно не может существовать без другого. Невозможно по-настоящему быть привязанным к той земле, на которой живешь, не зная языка, на котором говорят именно здесь, который исторически здесь сложился. В республике сегодня коми-язык как родной изучают в 65 дошкольных учреждениях. В 120 как государственный. Такая же программа, как в 8-м детском саду Вельгарта, реализуется еще в 7 заведениях. И педагоги постоянно совершенствуют свою работу, делясь опытом. Ведь у каждого района свои изюминки. У нас есть одна особенность. Малыши двух-трех населенных пунктов ходят в тундру, узнают там много нового, а потом делятся со своими друзьями. За два дня семинара педагоги дошкольного образования накопили немалый багаж новых знаний и игр, с помощью которых можно привить малышам интерес к изучению родного и других языков. Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Юрган.